Здравствуйте! В эфире программа «Правительственная связь». И сегодня у нас в студии министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Алексей Петрович Табаков. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Елена. В ведении Алексея Петровича находится еще одна сфера – развитие малого и среднего предпринимательства. И хотя это не отражено в названии министерства, требует от его сотрудников особо пристального внимания. Алексей Петрович, на днях вы отчитывались о том, как реализуется республиканская программа развития малого и среднего бизнеса в 2012 году, и о том, как будет оказываться государственная поддержка в этой сфере в 2013. На эту тему мы хотели сегодня поговорить поподробнее. Какими основными цифрами можно охарактеризовать малое и среднее предпринимательство республики? Вы знаете, я бы, наверное, начал еще с того, что это не еще одна сфера, а, может быть, один из главных приоритетов развития Чувашской республики по мнению правительства Чувашской республики, по мнению главы, поскольку для любого субъекта Российской Федерации «Малый бизнес» является той основой пополнения доходной части бюджета, которая, можно сказать, является наиболее стабильной и проживает здесь, на территории субъекта Российской Федерации. В целом, малый бизнес в Чувашской республике, он не такой уж и малый. 30% всех работающих, занятых на территории Чувашской республики, трудятся на малых предприятиях. Порядка 43 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 14 тысяч малых предприятий. Вот это та армия, которая создает валовый региональный продукт, в том числе Чувашской республики, и доля малого бизнеса в этом валовом региональном продукте 15%. Вот это направление, 15%, наверное, для нас и является основным приоритетом для того, чтобы эта доля постоянно возрастала, чтобы роль малого бизнеса в экономике Чувашской республики постоянно увеличивалась. Алексей Петрович, насколько они равномерно распределяются между отраслями? Ну вот не будем брать торговлю, там традиционно львиная часть предпринимателей. А остальные какие популярные сферы? Популярные сферы – это сфера услуг, 18% порядка, порядка 13% относятся к промышленности и строительству, 10% – это сельское хозяйство. То есть и с учетом вот этих основных направлений, что мы хотим поддержать и увеличить долю малого бизнеса в валовом региональном продукте, и здесь в республике и в целом по Российской Федерации предпринимаются усилия по государственной поддержке развития субъектов малого предпринимательства. Алексей Петрович, на Ваш взгляд, какие ниши в экономике до сих пор не заняты малым бизнесом и средним предпринимательством, и где бы им стоило бы подсуетиться? Ну, я бы как отразил, может быть, точнее говоря, ответил на этот вопрос. Вы знаете, по формам государственной поддержки мы, например, для себя… Я рисую такого предпринимателя, который получит, абстрактно рисую предпринимателя, который получит максимальную поддержку со стороны государства следующим образом. То есть это молодой, инновационно активный предприниматель, который ориентируется на то, что его продукция будет продаваться за пределами Чуваши. Вот, наверное, именно таких предпринимателей нам на сегодняшний день и не хватает. То есть молодых, инновационно активных и готовых экспортировать свою продукцию. Поэтому сферы – это, безусловно, любые инновационные направления в любой сфере. Это первое. Второе, наверное, стоит акцентировать внимание на туризме. Потому что это сферы, где не требуются большие капитальные вложения, но при этом все зависит от самого человека, от его инициативы. И здесь Чувашия имеет огромный туристический потенциал, красивейший речпорт. Ну, я не буду описывать те прекрасства, которые каждый знает, посещая и Чебоксары, и в целом районы Чувашии, города Чувашии. Хотелось бы, наверное, чтобы и консалтинговая сфера развивалась более активно. Потому что чем больше будет, в том числе и предпринимателей, тем будет и больше спрос на так называемые услуги на аутсорсинг. Давайте уточним, о каком консалтинге идет речь. Ведь сейчас на каких-то деловых встречах, на каких-то бизнес-вечеринках, когда народ обменивается визитками, там буквально каждая первая. Консалтинг. Консалтинг. Все занимаются консалтингом. Ну, может быть, просто-напросто слишком много. Одни и те же люди ходят по вечеринкам, а кто-то все-таки трудится и работает. А вот тех, кто трудится и работает, все-таки, я думаю, наверное, не совсем хватает. То есть профессионалы в области бухгалтерского учета, в области законодательства, в области продвижения. Причем сейчас ведь появляются совершенно новые сферы законодательства, в том числе и связанные с ВТО, то есть с правилами зарубежного рынка. Если вы занимаетесь инновациями, то, безусловно, перед вами встанут вопросы по защите интеллектуальной собственности. То есть консалтинг, он многогранен. С учетом быстро меняющегося мира и быстро меняющегося законодательства, самому быть в курсе всех вопросов достаточно сложно. Поэтому, наверное, существует такое слово «иностранный аутсорсинг» для привлечения соответствующих специалистов на кратковременной основе. Вы знаете, мы, наверное, чтобы не уходили далеко, я бы назвал еще одну сферу, которая сейчас активно обсуждается. Это так называемый социальный бизнес, и он связан с дневным времяпрепровождением детей дошкольного возраста. И здесь на 2013 год, который у нас начался, мы внедрили у себя в программе мероприятия по поддержке именно таких предпринимателей, кто захочет создать свой бизнес в сфере дневного времяпрепровождения детей. То есть к нам можно обратиться, мы консультацию окажем, но лучше все-таки, наверное, обратиться в республиканский бизнес-инкубатор, который призван взращивать бизнес. Общая сумма поддержки, направляемая на одного предпринимателя, может достичь по данному направлению около 600 тысяч рублей. До 600 тысяч рублей. Поэтому социальный бизнес сейчас тоже, это одно из приоритетных направлений. Кстати, в прошлом году была очень популярна форма грантовой поддержки предприятий, которые внедряют какие-либо инновационные проекты. Вот в частности, например, зимой глава Чувашии предпринял целую серию таких вот поездок ознакомительных на эти предприятия. Гранты там, если не ошибаюсь, доходили до 3 миллионов рублей. В этом году продолжится такая же практика? Знаете, я бы все-таки, скажем так, чуть-чуть по понятиям определился. В нашей терминологии гранты – это те безвозмездные средства, которые предоставляются на начало бизнеса, то есть для начинающих субъектов малопредпринимателей. В прошлом году мы оказали порядка 60 начинающим предпринимателям соответствующую форму поддержки, причем 38% из этих предпринимателей начали свой бизнес за пределами города Чебоксара и Новопочебоксарска. То есть это тоже одно из приоритетов направления не отраслевое, а в том, что мы стараемся поддерживать предпринимателей, которые ведут свой бизнес не только в городах крупных, но и по всей территории Чувашии. И здесь грант у нас составлял его максимальный размер – 300 тысяч рублей. То, о чем вы говорите, поддержка инновационных предпринимателей, это было субсидирование произведенных затрат. То есть инновационное предприятие в течение года или предыдущих нескольких лет вело свое развитие, приобретало оборудование, программное обеспечение, патентовалось, то есть брало кредиты на свое развитие. И после этого оно имеет право прийти в Минэкономразвитие, скажем так, предъявить все документы об произведенных расходах в соответствующем направлении, которые указаны в нормативно-правовых актах. И после этого эти расходы будут возмещаться. То есть здесь все-таки не авансирование, скажем так, а субсидирование произведенных уже затрат. По факту. Все верно. Вот эта форма сохранится? Да, она безусловно. Это один из приоритетов. Поддержка инноваторов – это один из приоритетов в наших мероприятиях. Алексей Петрович, одна из форм господдержки – это налоговые льготы. Пожалуй, самая голубая мечта всех предпринимателей. Если про субъектов мало предпринимателей, я бы сказал, что принятые в ноябре прошлого года изменения в закон Чувашской республики, касающиеся установления ставок по налоговому патенту, они, на мой взгляд, тоже являются льготными. Если в прошлом году вы, как предприниматель, приобретали патент, то при наеме новых работников вам надо было платить большую сумму налога. На сегодняшний день у нас градация тоже по количеству работников сохранилась, но если вы владеете патентом, вы можете до трех человек нанять без увеличения налогообложения. Без увеличения налогообложения. То есть один к трем? Ну, фактически, да. То есть к четырем. Вы сами плюс еще три работника, а налог вы платите такой же, как если бы вы были один. На каких формах государственной поддержки в этом году будет сделан акцент? Особый, может быть, какие особые приоритеты у правительства? Сегодня приоритет поддерживают тех, кто развивает и расширяет бизнес. Это, опять-таки, повторюсь, отразилось и в патентной системе налогообложения. То есть такие уже хорошие, состоявшиеся, устойчивые. Ну, я думаю, те, кто уже проработал, скажем так, больше год-два, то есть и у кого на сегодняшний день возникла необходимость расширения производства, взять оборудование в лизинг, допустим, или взять кредит для приобретения этого оборудования. Или освоить новые рынки. Или освоить новые рынки, да. То есть именно мероприятия государственной поддержки в 2013 году будут направлены на поддержку вот таких предпринимателей. То есть это количество-качество? Наверное, так. Но вот это мы сказали о направлениях, а о формах государственной поддержки. В каких именно формах будет в первую очередь? Оказывается, где вы собираетесь сосредоточить основные усилия, может быть? Формы, получается, вот как раз связаны. То есть это поддержка тех, кто приобретает оборудование или технику в лизинг. То есть это первоначальный взнос или субсидирование платежей по лизинговых платежей. Раз направление. Второе – это субсидирование процентных ставок по кредитам на приобретение, опять-таки, оборудования. Но это для, скажем так, достаточно уже средних таких предприятий. Затем направление, которое вы упомянули как наиболее популярное. То есть это компенсация произведенных затрат по инновационным предприятиям. Большое направление, связанное с поддержкой экспортеров. То есть здесь мы будем ориентировать и поддерживать тех предприятий, кто готов выезжать за рубеж, демонстрировать свою продукцию, чтобы продвигать ее на западные рынки и налаживать контакты. Ну и, безусловно, сохраним те классические направления, которые, наверное, актуальны в любое время. Это так называемые институты поддержки субъектов малопредпринимательства. То есть это бизнес-инкубатор. Те, кто будет именно и далее помогать и консультировать при создании новых предприятий. И наш гарантийный фонд, который помогает в получении кредита в виде поручительства перед банком за предпринимателя. И агентство поддержки малого бизнеса, которое предоставляет займы на срок от одного до трех лет под достаточно низкую процентную ставку. Процентная ставка равна ставке рефинансированной. Сегодня это 8,25%. Технопарки. Последнее время об этом тоже очень многое говорится. О необходимости их создания. Это структура, которая поддерживает бизнес-инкубатор? Или это какая-то конкурирующая фирма? В технопарке это, я бы сказал, следующий шаг в развитии предпринимателя после бизнес-инкубатора. То есть бизнес-инкубатор в классической схеме вообще можно представить, наверное, жизненный цикл предпринимателя как. Там школа, а здесь высшее образование? Ну, я бы сказал, средне-специальное. То есть в бизнес-инкубаторе предприниматель получает первоначальные навыки, скажем так. После этого на территории технопарка у него появляется возможность, не приобретая своего собственного оборудования, создать какой-то свой собственный прототип продукции, изделие. Оценить, каким спросом это изделие будет пользоваться на рынке. Одним из приоритетов на 2013 год мы ставим создание индустриального парка. У многих перекликается это понятие, но для нас это совершенно разные вещи, поскольку индустриальный парк – это территория, земельный участок, можно сказать. На котором нет строений. Это земельный участок со всеми подведенными инженерной инфраструктурой, где вот уже предприниматель, прошедший технопарк, скажем так, захочет создать и построить свое производство. Вот это вот индустриальный парк. То есть мы надеемся, что появление этого индустриального парка позволит, к 2017 году мы увидим новые производственные корпуса. Где он появится? Благодаря, скажем так, поддержке города он появится на проспекте трактора строителей, то есть напротив тракторного завода. Эта зона раньше была огорожена забором и называлась, по-моему, АББ-парком. Организационно мы готовим заявку в Минэкономразвитие Российской Федерации для привлечения федеральных следствий для софинансирования этого проекта. По нашим оценкам, проектно-сметная документация потребует вложения порядка, наверное, более 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры. Ну а после этого, где-то в 2014 году, я думаю, первые резиденты этого индустриального парка, соответственно, начнут приступить к строительству своих уже производственных корпусов. Один из самых крупных проектов малого и среднего бизнеса – это Шумерлинский биопарк. Каково его сегодня состояние, как он работает, насколько успешен? Ну, успехи можно судить по продукции этого предприятия. То есть, вот тот лизин, который позволит увеличить производительность сельхозпредприятий, связанных с выращиванием, ну, с фенофером, птицеводческих хозяйств. Ну, животноводство, да? Животноводство, птицеводство, да. То есть, использование этой кормовой добавки значительно увеличивает эффективность кормов используемых, сокращает издержки по кормам. Ну, и влияет в том числе на рост массы этих животных. Ну, если есть уже продукция, причем качество этой продукции по оценкам выше, чем аналогичный продукт, скажем так, китайского производства, но соответствует, ну, скажем так, не выше, чем американская продукция, европейская продукция. В общем-то, что можно сказать? Лизин в Советском Союзе и в России, и в современной России, можно сказать, никогда не производился. То есть, попытки его производства делались в Советском Союзе. Поэтому это действительно единственная, уникальная на сегодняшний день технология для нас, для всей Российской Федерации. Для постсоветского пространства или бывшей Союзной Республики? Да, для постсоветского пространства тоже, потому что здесь используется, ну, не буду углубляться в подробности какие-то, да, то есть технические детали, то есть здесь используются штаммы бактерий, которые выращены именно в России. То есть это и есть тот, ну, можно сказать, то ноу-хау, которым владеют все остальные производители лизин. Соответственно, Чуваш-Аграбио владеет тоже аналогичной не просто технологией, но еще и самым главным в этом биологическом процессе. Алексей Петрович, ну, это вот больше похоже на сувенир. А в промышленных масштабах уже налажен выпуск? Ну, думаю, что если вы их посетите, то они вам даже продадут 5-килограммовые, по-моему, 25-килограммовые пакеты своей продукции. Но это только у них начало, то есть основная задача теперь у них стоит после того, как им удалось синтезировать этот продукт, добиться его, ну, скажем так, возможности его промышленного получения, то есть уже неопытного образца. Сейчас они его зарегистрируют в Минсельхозе Российской Федерации. Ну, и создание уже большого промышленного комплекса, который позволит удовлетворить практически 50% потребностей российского рынка в этом продукте. Алексей Петрович, своего рода посредником между бизнесом и государством является торгово-промышленная палата Чувашской Республики в нашем случае. Всяком случае, под ее крылом действуют как раз все ассоциации, все объединения, общественные объединения предпринимателей в разных сферах, и такие профильные, и просто. Ну, как вы оцениваете их работу, насколько у вас с ними сложились деловые тесные взаимоотношения, насколько хорошо вы понимаете друг друга? Ну, знаете, я бы, наверное, ответил так, что я бы не хотел оценить, потому что они наши друзья. То есть, друзья не оценивают. То есть, они не просто партнеры, они действительно друзья. То есть, именно благодаря им мы проводим в том числе и многие мероприятия. То есть, мы можем услышать проблемы предпринимателей, которые озвучиваются через торгово-промышленную палату. Мы в том числе совместно работаем, можем вырабатывать решения, необходимые для предпринимателей. То есть, на территории ТПП создаются ассоциации предпринимателей по различным отраслям и направлениям, которые позволяют консолидироваться. То есть, ассоциация – это вообще замечательная форма, то есть, саморегулируемая организация, можно сказать. То есть, когда они создаются, это означает, что бизнесу интересна та среда, в которой он живет. И он может выработать через эту ассоциацию какие-то свои предложения. Члены ассоциации участвуют в наших рабочих группах правительственных, в том числе, где они высказывают эти мнения. И, соответственно, это мнение уже в виде поручения доводится до отраслевых министерств или до Минэкономразвития для дальнейшей проработки, чтобы изменить ту среду, в которой работают предприниматели. Поэтому деятельность торгово-промышленной палаты – это достаточно серьезная и весомая роль в создании предпринимательского и инвестиционного климата на территории Чувашской республики. Алексей Петрович, и в завершении нашего разговора еще, если можно, несколько цифр. Все-таки мы же говорим с министром экономического развития. Значит, надо общаться на языке цифр. В какую сумму вылилась государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2012 году? И о каких суммах, хотя бы прогнозных, идет речь на 2013 год? Так, ну давайте, чтобы не быть голословным, то у нас получаются суммы за 2012 год. Мы направили на поддержку малого предпринимательства порядка 405,2 миллиона рублей. При этом это средства, как поступившие из республиканского бюджета, так и средства, поступающие из федерального бюджета. И здесь, еще раз подчеркну, поддержка предпринимательства – это приоритет как в Чувашской республике, так и на уровне Российской федерации. Российская федерация нас поддерживает по соотношению, можно сказать, 1 к 4. Поэтому 79 миллионов было потрачено из бюджета Чувашской республики и порядка 326 миллионов из бюджета Российской федерации. Однако я бы хотел отметить, что налоговые платежи возросли за этот же период, скажем так, по сравнению с 2011 годом, за 2012 год, на более чем 400 миллионов рублей. То есть, как мы видим, в принципе, те средства, которые направляет государство… То есть это прямой эффект от господдержки? Да, ну, в принципе, как мы видим, даже, ну, скажем так, если все средства, уплачиваемые предпринимателями, зачисляются в бюджет Чувашской республики, то 79 миллионов Чувашская республика потратила на поддержку предпринимательства, а получила от субъектов малопредпринимательства более 400 миллионов. То есть это, наверное, достаточно эффективная форма поддержки. Хороший бизнес. Да. Я бы тоже, наверное, так немного сравнил, если можно так немного сравнить. То есть, ну, а на 2013 год мы планируем, конечно, сумму не менее текущей, но, в принципе, по нашим планам мы, наверное, постараемся привлечь порядка 519 миллионов рублей из всех источников финансирования и направить их на поддержку предпринимательства. Здесь, конечно, следует отметить, что большая весомая доля пойдет на реализацию проекта «Индустриальный парк». Ну что ж, спасибо вам большое. И напомню, что сегодня нашим собеседником был министр экономического развития промышленности и торговли Чувашской республики Алексей Табаков. Всего доброго и до следующего сеанса правительственной связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова